Расширенные публичные обсуждения результатов правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности в Ненецком округе состоялась накануне. Цель мероприятия – повышение правовой грамотности субъектов предпринимательской деятельности, профилактика нарушений, обязательных требований в рамках реализации реформы контрольно-надзорной деятельности. Мероприятие проводится в рамках реализации приоритетной программы реформы контрольно-надзорной деятельности. Расширенные публичные обсуждения правоприменительной практики в регионе проходят впервые. Обычно каждое надзорное ведомство собирает и информирует предпринимателей отдельно. Сегодня же есть возможность услышать и задать вопросы всем представителям надзорных структур сразу. Главная тема – нарушения в сфере предпринимательской деятельности, которые выявляются в результате проверок и как их избежать. При любой проверке, даже при любых делении опытом, ошибки все равно у нас будут. Так что мы учимся в течение десятков лет, учимся, учимся, стараемся ошибки не допускать, но допускаем. Особенно, конечно, меня конкретно волнует ветеринария и Роспотребнадзор. Конкретно как руководитель по магазинам. Магазины у меня находятся в деревнях Нижней Печорьи. По мнению самих предпринимателей, законодательство меняется с космической скоростью, успеть за которой бывает просто невозможно. Большинство хозяйств, особенно расположенных в сельской местности, не успевают за нововведениями. К тому же на местах не хватает квалифицированных специалистов. Люди должны быть все как минимум образованные, то есть специально, техническое или специальное образование. У нас же люди есть, работают просто со школы сразу, поэтому, чтобы вникнуть в это законодательство, приходится с ними долго работать. Поэтому получаются накладки. В числе приглашенных экспертов представители сельхознадзора, Роспотребнадзора, сотрудники Департамента природных ресурсов, экология агропромышленного комплекса, госинспекция по ветеринарии. Каждое ведомство ежеквартально проводит встречи с предпринимательским сообществом. На них обсуждается правоприменительная практика. К примеру, управление Россельхознадзора курирует несколько направлений. Земельный надзор и фитосанитарный надзор. Надзор за безопасностью зерна и продуктов его переработки. Ветеринарный надзор и надзор за обращением лекарственных средств для ветеринарного обращения. Наиболее часто встречаются нарушения, которые связаны с продукцией животноводства. Происходит обращение продукции животноводства без ветеринарного сопровождения документов. Осуществляется реализация продукции с истекшими сроками годности. Это наиболее часто встречающиеся. Если брать сферу земельного надзора, то это уже, как говорится, в основном нарушения, которые допускают недропользователи путем всяких аварий и так далее. К слову, надзор за соблюдением правил вышел на новый уровень благодаря системе «Меркурий». Автоматизированная система «Меркурий» предназначена для электронной сертификации и обеспечения прослеживаемости поднадзорных государственному ветеринарному надзору грузов при их производстве, обороте и перемещении по территории Российской Федерации. В настоящий момент повсеместно внедрена система прослеживаемости и сопровождение товаров ветеринарно-сопровождение документами, то есть система «Меркурий». Мы сейчас полностью мониторим оборот животноводческой продукции, смотрим и благодаря этой системе устанавливались уже нарушения, в том числе на территории округа. За несоблюдение требований на нерадивых бизнесменов налагаются штрафы. Однако основная задача таких заседаний – предупреждение нарушений и обсуждение изменений в законодательстве. Мы решили объединить именно Росрехосназор, Роспотребнадзор, инспекцию по ветеринарии, департамент ресурсов, экология и промышленного комплекса, потому что эти сферы деятельности этих органов, они направлены на определенную сферу бизнеса. То есть это и производство товаров, это и реализация товаров, то есть продажа товаров. Я думаю, что комплексное мероприятие совместно, оно позволит более, наверное, эффективно провести эти публичные слушания, выявить проблемные вопросы, которые возникают у бизнеса и рассказать о том, чтобы как это все совместно избежать. И сегодня в ходе публичных обсуждений представители контрольных органов пытались донести главное в их работе – не наказать бизнесменов, а предупредить нарушения. Ведь все заинтересованы в том, чтобы в наших магазинах продавались только здоровые и безопасные продукты. Ольга Руслова, Леонид Шишелов, Телеканал Север.